Ну что, мои хорошие, всем привет! Нам сдали квартиру, я получила ключики. Сейчас я хочу пойти с вами и показать вам, в каком виде нам сдали квартиру. Некоторые планы, мысли, в общем, что-то, может быть, вы мне посоветуете с ремонтом, какие-то идеи. Вот, в общем, пойдемте посмотрим, я уже скорее хочу увидеть. Все еще такое деревянное. Это еще, я думаю, не скоро уберется дерево. Пока здесь будут строители, все, красоты, не скоро я увижу. Заходим. Та-дам! Так, закрыли дверку. Кстати, тут закрывается еще с другой стороны. Отлично. Так, ну что, вот так вот она выглядит, моя квартира. Моя квартира. Вот, сейчас я включу везде свет, и мы с вами пройдемся. Тут какие-то бумажки валяются. Так, мне нравится, кстати, здесь уже, это большая прихожая. Смотрите, какая она, реально большая. Вот здесь я планирую поставить, вообще, я даже не знаю, здесь даже шкаф-купе огромный. Мне кажется, здесь прям целая комната может быть. Хотя, ну, как-то вот боком, наверное. Чтобы вот этот вот, мне хочется, чтобы осталось все-таки пространство, вот это квадратное, оно мне здесь нравится, если честно. Вот этот большой вход, арка мне тоже очень нравится, я тоже ее оставлю такой же широкой. Буду смотреть, какие тут будут двери, или, может, дверей вообще, в принципе, не будет. Посмотрим. Итак, давайте начнем с санузла, потому что, так, здесь нету света, потому что санузел, это вообще первое, я так понимаю, что делается. Даже когда рабочие приезжают, они должны, как бы, ходить в туалет, все смывать, там, да, всякие руки помыть и так далее. В общем, здесь у нас кирпичи, вот. Вот, здесь у нас стена, здесь вот какие-то трубы выведены, ну, это под водичку, под все это, и канализация, то есть канализация и вода. Я не знаю, я думаю, здесь туалет, как бы, достаточно такой просторный, в принципе, я думаю, что здесь должны быть какие-то у меня шкафы, блин. Я вообще, честно говоря, не понимаю вообще, что и как. По-любому нужен дизайнер, да, дизайн-проект. Так, что здесь можно вообще придумать, и хочется больше шкафов для склада всяких вот вещей, вот, убирать, там, все дела. И еще мне очень хочется, чтобы здесь была небольшая раковина, если честно. Потому что, ну, хорошо бы, когда, если ванна занята, то человек сходил в туалет, там, да, и помыл руки, там. Ну, я у многих видела, мне нравится. Вот, короче, туалет отдельный, ванна отдельно, в ванне есть цвет, тоже такая вот небольшая, тут 2 на 2 метра. Тоже выведены, я так понимаю, вот это вот под раковину, да, вот это под стиралку. Значит, где-то здесь у меня, наверное, вот будет вот здесь вот раковина, да, умывалка. В принципе, расстояние здесь подходит, как бы все можно вместить, шкафы, все дела. Вот, ну, небольшая, я так понимаю, ванна такая, небольшая. Вообще, я думала убрать вот эту стену, мне так советовали, не убрать, а точнее подвинуть ее. Вот, ну, в принципе, можно было бы и убрать, и тогда, конечно, ванна была бы офигенно огромная, классная. Я не знаю, если кто-то мне посоветует такое сделать, я подумаю, кстати. Вот, и здесь вот под ванну выведена, то есть здесь у нас ванна должна стоять. Но вот если здесь поставить ванну, и здесь вот раковина, тут вообще, конечно, места вообще супер мало. Мне кажется, вообще супер-супер мало. Вот, поэтому не знаю, надо думать и смотреть. Розетки везде стоят. Блин, я опять влезла, ё-моё. Я же ни до чего не дотрагиваюсь, я все равно влезаю. Так, давайте начнем теперь. Ну, вот первая комната, которая идет, да, здесь, это маленькая комната. Вот, я не знаю, я вообще планирую тоже выведенные розетки, смотрите, везде. Раз-два, выключатели, раз-два. Я, кстати, здесь еще везде пожарная безопасность, да, по-моему, это пожарная безопасность. И вот смотрите, какие потолки. Я не знаю, что сюда лучше делать. Говорят, что просто обычный натяжной потолок, в принципе, это дешевая сердито, да. Но мама говорит, может, лучше отштукатурить, покрасить. Я не знаю, честно говоря, кто еще мне посоветует, что лучше, посмотрим. Вот, а так вот, в принципе, стены, что с ними здесь, не знаю. Побелены. И вот я вымазываюсь в это все дело. Я не знаю, на эту побелку надо штукатурить что-то или нет. Или вот на эту побелку уже, ну, как бы, наносится что-то. Клеится обои или красится стены. Мне кажется, они ровные достаточно. Все, покрасил стены и все. Они даже не холодные. Представляете, нагретые. Вот, короче, небольшая комната. И я планировала, чтобы эта комната была моей гардеробной пока что. Временно. Здесь бы хранились все вещи. Вешалки тут все, как бы зеркало мое. Может, даже какие-то съемки именно с вещами я бы делала. То есть я бы стену одну сделала. Вот то, чтобы снимать здесь вот это все дело. Даже вот, вот она, вот эта стена напротив окна. Вот, такие дела. Вот она, прихожая с другой стороны, смотрите. Реально большая, очень классная. Вот там наверху выведены счетчики. Но у меня у друга, знакомого, который уже вторую квартиру себе купил, у него счетчиков намного больше. Там штук 15-20, наверное, или 25. И он говорит, что это удобно, я тоже думаю сделать. Главное, чтобы хороший человек попался мне, который все это посоветует. Вот теперь смотрите, кухня, кухня-студия, ну как бы, да, вот большая. Здесь реально, сколько-то, 21 или 22 квадрата, точно не помню. Именно вот здесь. Я планирую, чтобы у меня была просто огромная кухня. Да, вот это все, возможно, будет скрыто под шкафчиками, под всеми делами. Но я хочу, чтобы она была вот такая большая, огромная-огромная. Вообще здесь выведена все, вот здесь почему-то мойка. Но мне кажется, мойка должна быть где-то там, где-то здесь. Возможно, это все перенесется, переставится. Вот. И что еще? А, и хочу, чтобы была барная стойка вот отсюда. Может, от окна даже бы шла. Или где-то вот так сделано. Вообще у нас есть дизайн-проект, мы сами его там делали. Ну, не знаю, насколько он, насколько он нам пригодится. Или нужно заказывать еще дизайнера. Я подумывала, чтобы здесь на стенке был большой телевизор, а здесь был диван. Вот. И все. А здесь как бы вот стойка со столом. Ну, то есть, знаете, островок, как здесь делают посредине. Вот. Вот здесь у нас балкон. Балкон достаточно просторный. Офигенный просто вид. Просто нереально офигенный вид. Это, девочки, чтобы вы понимали, вид на запад. Ну, не то чтобы офигенный вид, что я вижу. Нет, здесь нет каких-то домов, там еще что-то. Просто пространство для заката. И, в принципе, видите, высокие окна. У меня не панорамные окна. Я вообще люблю панорамные. Было бы круто, чтобы они были пооднорамные. Но здесь они не панорамные. И хорошо. Мало еще не дотянется до верха, до окна она высоко. И я буду видеть только закат. Чисто закат. И для меня это важно. Вид с окна для меня был очень важен при выборе квартиры. До этого я выбрала другую квартиру. И там вид с окна во всех окнах был просто дом в дом, либо во двор. Еще и вот высокий этаж. И я прям переспала с этой мыслью. Я встала, я всю ночь не могла уснуть. Потому что эти мысли с этой квартирой, с вот этими окнами, не в пространство. Они просто меня сдавливали внутри. И я отказалась от этой квартиры. Хотя она была вот прям как мне надо. Она была побольше чуть-чуть. Вот. И да, вид из окна для меня важен. Поэтому у меня две комнаты. Вид из окна на запад. Вообще, говорят, детская спальня еще хорошо на запад. Вот следующая комната. Она чуть побольше. И я планирую, чтобы это была вообще наша спальня. Вот. Но пока мы с малым, это наша спальня будет с малым. Да, будет большая кровать вот здесь. По дизайну проекту нашему, да, с мужем. Вот здесь у нас большая кровать будет. Вот здесь будет большой телевизор. Вот ремонтные работы. Я не знаю, как я вам буду видосы снимать. Здесь большой шкаф-купе я хочу, да. Тут зеркало тут мое, где я тут тоже буду крутиться. Вот. Ну, в принципе, и все. Здесь как бы много нет. Нету тумбочки. Как бы такое все. Вот здесь просторная спальня. Вот. Ну, и тоже потолки. Здесь света нет. Вот такая вот, девочки. Розетки выведены, кстати, раз, два, три, четыре. И вот розетка выведена еще прям под сплит сразу. Вот. И здесь тоже шикарный вид. Шикарный вид просто на запад и весь закат. Я вам покажу и буду фотографировать, какие нереальные виды здесь будут. Сам не офигеете. Я уже предвкушаю. Вот, в принципе, и все. Сейчас я пойду. Сейчас я пойду. Что я вообще думаю? Пойдемте к свету. Пойдемте к свету. Что я вообще думаю? Я сейчас разговаривала с сантехником. Ко мне должен сантехник прийти. Я вообще планировала уехать до Нового года. Хотя бы сделать туалет и ванну. Но я понимаю, что стены тоже надо сделать. Иначе мы все время здесь будем грязные. А вообще это все делается с потолка. И потолок надо делать. Короче, я походу немножко припущу эту мысль. Отпущу немного, что до Нового года ехать. Это все оказывается не так просто. В общем, придет ко мне сантехник сегодня или завтра утром. Он сейчас работает и у него нет возможности. И мы должны определиться, где какие трубы будут, что как я хочу. То есть вот с этим вот делом. С ванной и с туалетом. Вот. И все-таки я не знаю. Долбить или не долбить эту стенку. Потому что совсем какой-то маленький этот ванн, туалет. Не знаю. Короче, надо думать, смотреть. Это я еще буду продумывать. И, кстати, что вы напишите? Вот ломали бы вы стенку или нет? Напишите в комментариях. Не знаю. Буду советоваться с профессионалами. В общем, должны вывести сейчас трубы сначала, да? Какие-то, где что будет. А потом звать плиточника, который все это плиткой закроет и вырежет дырочки под вот эти трубы. И только потом звать сантехника, который поставит уже туалет и все дела, и умывальник, и раковин. Вот. Ну и, соответственно, параллельненько, параллельненько нужно делать что-то со стенами. То есть сначала потолки, что-то с ними надо сделать. Кого звать тоже, чтобы посоветоваться. Я не знаю. Что лучше, напишите, натяжной потолок сделать или сделать, поштукатурить и покрасить? Мне кажется, что натяжной потолок будет сделать намного быстрее и проще реально, чем вот это все представляете, выравнивать, да? Ну нафиг. Очень долго и грязи сколько будет, мне кажется. Вот. В принципе, здесь достаточно тепло уже, нагрето. Можно будет сделать потолки, покрасить стены. Я не заморачиваюсь со стенами, только на кухне, может быть, там что-то сделать. Короче, по-любому дизайнер нужен. По-любому нужен дизайнер, который все разрисует, подскажет. С реальной мебелью, с реальной плиткой, из реальных магазинов, чтобы можно было потом просто по проекту идти и покупать все это дело. Короче, честно, девчонки, я в шоке, и мальчишки. Я не знаю, с чего мне начать, мне очень тяжело. И не могу сфокусироваться. В общем, ну, конечно, пойдет все по накатанной. Хорошо, что мне дал мой знакомый вот и плиточника, и электрика, и кого там, и сантехника. Но их надо по очереди всех звать. Было бы круто, чтобы был один человек, который супер профи в своем деле во всем. Ну, говорят, что если один человек все делает, то, как обычно, это бывает некачественно. Лучше брать какого-то профессионала одного своего дела и вот с ним иметь дело. В общем, вот такая квартира. Пошла, короче, заключу договор с госгос. Вот, и потихоньку уже тогда, когда будут какие-то изменения по квартире, да, что-то будет сделано хотя бы, да, тогда я буду уже вас держать в курсе. Это будет такая вот методичка, может, даже для кого-то. Но я еще надеюсь на ваши советы и комментарии. Может, кто-то сталкивался, может, кто-то что-то мне прям что-то скажет полезное. Все, мои хорошие, все. Все, вот такая вот квартирка. Надеюсь, вам понравилось. 74 квадрата у меня здесь. Все, пошла я дальше. Я вас люблю, целую, жду ваши комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok